Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великие музеи мира. Энди Уорхл. Последний автопортрет или камуфляж. 1986 год. Холст масла 203 на 203. Французский культуролог и философ Жан Бодрияр писал, что такое направление в искусстве, как поп-арт, любой образ сводит к знаку. И это видно на примере работ самого крупного представителя упомянутого направления в искусстве 20 века Энди Уорхл. Уорхл брал, например, картинку с банкой супа или фотографии известного человека и повторял их по многу раз. Растиражированное изображение, как доказало искусство рекламы, приобретает особое значение. Этим и воспользовался Уорхл. Он поступал так и с автопортретами. Его фотография со стрепанными волосами и тревожным взглядом стала объектом нескольких работ, будучи окрашенной в зависимости от настроения художника по-разному. В данном случае цвет камуфляжа, что отражало питавший повсюду страх перед новой мировой войной. Ну вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Энди Уорхлла «Последний автопортрет» или «Камуфляж» 1986 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok